Привет, Лид! Привет, Андрей! У меня все готово. Кто сегодня в гостях может быть? У нас сегодня футболист Резван Ахмедханов. Очень мощная игра. Ты участвуешь в съемках и в трансляциях Роттера, да? Да. Ты его знаешь хорошо. Вот он сегодня в гостях. Я думаю, будет очень интересно. Интересная будет программа. Давай начнем. Давай. Резван, здравствуйте. Рад видеть вас в студии. Наверное, это уже вторая попытка. Мы как-то с вами договаривались о встрече, но не сложилось. И в этот раз у вас травма, но тем не менее, насколько я знаю, вы продолжаете тренироваться сейчас, да? Добрый день. Спасибо большое за приглашение. Наконец-то мы увиделись, так сказать. Да, получилось. Первый раз по болезни я не смог посетить. А сейчас после перелома руки, ну, потихоньку восстанавливаюсь. Уже начинаю тренироваться в общей группе. Думаю, что, дай бог, к игре с Новороссийском я буду в строю. Ну, очень-очень надеемся на это. Вы помните, как вы впервые увидели большой футбол? Ну, я имею в виду вживую. Большой футбол вы имеете в виду на стадионе? Да. Да, помню, мы в юниорском возрасте ездили на свои соревнования в Махачкалу и попали на матч Анжи. По-моему, они играли в премьер-лиге на тот момент, если я не ошибаюсь. Точно не помню, кто был соперником, но это был домашний матч в Махачкале, полный стадион. И, по-моему, 1-0 выиграл Анжи. Ну, вы уже футболом занимались, да? Ну, да. Мы, можно сказать, это где-то был пятый-шестой класс, наверное, в школе учились и уже занимались, играли. И ездили на разные турниры. Как раз попалось, что мы на выезде и в этот день играл Анжи. Ну, и как впечатления? Впечатления были потрясающие. Первый раз на таком стадионе. Да еще и командовые игры, да? И игра такая получилась. Я помню этот матч. Даже помню, что 1-0 со Шрафнова забил Жосан, такой был футболист. Там в конце матча, по-моему, через стенку перекинул. У вас были в детстве футбольные кумиры? Ну, да. Мне очень нравился капитан Спартака Егор Титов. И он играл под девятым номером. И с тех пор я вот как начал играть и все время играл. Но если номер был свободен, конечно, я выбирал девятый номер. Слушайте, ну, у вас, насколько я знаю, отец за Спартак всю жизнь болел, да? Да, у меня отец болел за Спартак. И сейчас он уже... Он говорит, что он уже не болеет за них. Но все равно я знаю, что он переживает за эту команду. Ну, и вот так вот вышло, что оба его сына занимаются футболом профессионально, да? Ну, да. У меня старший брат, он занимался профессионально тоже. И можно сказать, что у меня потом и не было особого выбора. Я пошел по его стопам. Он сейчас после травмы закончил и тренирует детей дома на родине. А что значит, не было другого выбора? Это было решение семьи, что вы будете продолжать? Или все-таки вам хотелось этого? Ну, мне и самому хотелось. Просто получилось так, что, ну, когда старший брат играет, это мы с отцом посещали его матчи, и это все смотришь, ну, оно мне тоже нравилось, конечно. Я доравнялся только на него, и получилось так, что пошел по его стопам. Несмотря на то, что вы играли много в разных клубах, вы считаетесь воспитанником, тем не менее, волгоградского футбола. Это потому, что вы здесь закончили училище Олимпийского резерва, или есть еще какие-то причины? Ну, можно сказать так, что, если говорить, где я начинал, да, я начинал играть в футбол в Дагестане, но это школьный возраст, совсем юный. А потом уже более такой взрослый футбол, опыт весь я получил в Аллыграде. Начинал здесь и поступил в училище Олимпийского резерва. Там отучился. И на все соревнования юношеские мы ездили, ну, под знамением волгоградского футбола защищали цвета. И, наверное, поэтому я считаюсь воспитанником волгоградского футбола. У вас достаточно непростая история вашего футбольного амплуа, да? Вы начинали вообще вратарем, да? И потом еще там несколько раз меняли его. Когда стало очевидным, наверное, что вы будете полузащитником? Ну, так получилось, что когда я пришел в секцию футбола, еще в детском возрасте, и тренер нам задавали вопросы, кто на какую позицию хочет играть. И я как-то сказал вратарь. Ну, мне нравилось, потому что старший брат часто индивидуально выходил работать. И нанося удары по воротам, ему нужен был вратарь. И потихоньку меня натренировали играть в воротах. Ну, я начал, наверное, где-то первый год я поиграл в воротах. И отцу тоже не нравилось. Он не любитель был, чтобы сын стал вратарем. И мне как-то тоже больше нравилось в поле играть потом. И я переместился в поле и играл центрального полузащитника больше. Приехал в Волгоград. Тренер нас, ну, у меня был тренер Валентин Рейдж Пари. Он часто менял позиции игрокам. Там, ну, атакующего мог поставить центральным защитником. У нас парень так и играл. И я первое время почему-то начал играть крайнего, причем левого защитника. Хотя я правша. И долгое время я отыграл крайнего защитника. Бывало, что там, ну, перемещали и в центр поля. Да, и потом уже в профессиональном футболе я начинал играть тоже крайнего защитника. И дальше уже больше с возрастом. Как-то, как-то я оказался уже ближе к нападению. Наверное, редкие такие истории, что вратари становятся полевыми игроками. Нет? Ну, я такого не слышал, по крайней мере. А когда вы подписали первый контракт? Профессиональный. Первый контракт я подписал, по-моему, если не изменяет память, в 2011 году. Энергия Волжской команды была во второй лиге играла. Так сложилось в вашей карьере, что вы практически все время играли в клубах Юга России. Это само собой сложилось? Или вы как-то выбирали, ориентировались именно на эту зону? Ну, да. Ну, знаете, наверное, я в какой-то момент задержался в Майкопе. Я там провел шесть сезонов. У меня практически после каждого сезона были предложения. И в основном они тоже были из Юга. Не знаю, но меня в том же Майкопе все устраивало. Там шикарный стадион, инфраструктура, натуральное поле. То есть, ну, проблем не было. И финансирование, и отношения к тебе хорошие. То есть, ехать в тот же, ну, не в обиду будет сказано, ехать оттуда в биолог Новокубанск. Или остаться, где тебя, ну, как бы все устраивает. Поэтому как-то я, можно сказать, не выходил из зоны комфорта. А как тогда оказалось, что вы вернулись в Волгоград? Опять же, семья и родной город. Волгоград, вы считаете, родной город? Отказаться от предложения ротора, я думаю, это просто невозможно. Ну, не знаю, не знаю. Все-таки тот ротор и нынешний ротор, это, наверное, разные. Ну, какой бы ни был ротор, это ротор, понимаете? Не понимаю, я задаю этот вопрос вот каждому игроку, который приходит сюда. И я вот, ну, вы не подумайте, я не лукавлю. Для меня, ну, как бы есть четкое понимание, да, что ротор, там, 90-х годов даже, да, это совершенно другая команда, которая сейчас. Да, есть традиции, все, но, ну, и опять же, есть совершенно другие люди, есть совершенно другие звезды, совершенно другие игроки. Да и, как выясняется, и цели немножко другие сейчас. Не, ну, я с вами с этим согласен, то, что ротор в те годы, и сейчас, ну, это совсем другое все. Но, опять же, ротор, он всегда остается ротором, правильно? Те же традиции, болельщики, ну, это святое, я считаю. Болельщики, пожалуй, да, это единственное, что с 90-х осталось. Это, блин, ну, такой поддержки не только на юге, я считаю, что во всей стране нет таких болельщиков. Поэтому как-то, ну, это предложение мне очень нравилось. Это дежурные слова. Я считаю, что нет. Ну, посмотрите, в каком бы ни было положении команда, болельщики всегда с нами. Играли в премьер-лиге, команда играла в первой лиге, играла команда. Сейчас во второй лиге команда играет. Ну, они нас всегда поддерживают. Еще такая закономерность, наверное, да. Практически в любой команде, в которой вы играли, вы всегда становились лидером. Там регулярно надевали капитанскую повязку и так далее. И это было даже в роторе. Вот в 22-м году, да, вы ни одну игру сыграли с капитанской повязкой. Ну, это же не потому, что в свое время вам так нравился Егор Титов. Наверное, еще какие-то качества. Вот, ну, вы для себя как-то это объясняете, нет? Это, ну, выборы и тренера, и команды, конечно, коллектива. Ну, так получалось, что я и в Черноморце был капитаном, и здесь был одним из капитанов в этой команде. Не знаю, как объяснить. То есть, для вас это как-то само собой, да? Я правда не знаю, как ответить на этот вопрос. Скромность мешает. Наверное. А как происходит выбор капитана в команде? Кто влияет на этот выбор? Ну, в каждой команде по-разному. У нас в начале сезона, ну, собрался же новый коллектив. И главный тренер сразу обозначил, что внутри коллектива будет голосование. И как весь коллектив решит, то там выбирали капитана, вице-капитана, ну, и третьего капитана. Ну, где-то бывает голосование, где-то бывает тренер сам определяет, кто капитан. Везде по-разному. А вы в этом, во второй части этого сезона, вы продолжаете быть вице-капитаном, нет? Ну, точно не могу сказать. Пока у нас сейчас, на данный момент, у нас капитан Зуйков, да. Из-за травмы вы сейчас пока еще на поле не играете. Понимаю. Не важно, кто капитан. Самое главное, чтобы коллектив был хороший в команде. И чтобы этот коллектив приносил результат. Общаясь с вашими коллегами осенью, многие говорили о том, что все равно в команде присутствует такой момент, что еще... Ну, не то, что несыгранность, да. Но вот единого коллектива еще нет. Ну, то есть, этих неформальных связей и так далее и тому подобное. То, что делает команду условно семьей, да. И многие надеялись, что в период зимний, да, когда будут зимние сборы и так далее, вот после этого уж команда-то совсем по-другому играть начнет. И взаимоотношения внутри команды сложатся, вот, как бы командные. Это произошло, нет, по итогам трех зимних сборов? Как вы думаете? Ну, у нас коллектив и так был хорош. Я думаю, сейчас еще дружнее стало, конечно, у нас и на сборах велась в этом плане работа тренерским штабом. Причем очень хорошо провелась, всем ребятам понравилось. Да, мы немножко там результатом чуть-чуть начали неудачно. Но это ни в коем случае не говорит о том, что в команде нет какого-то коллектива, микроклимата. У нас в этом плане все хорошо. Я думаю, у нас укрепился коллектив в команде по сравнению с осенней частью чемпионата. Вы в феврале отметили свое 30-летие. В связи с этим у меня вопрос, есть ли жизнь после 30-ти? Знаете, у молодых же это такой рубикон. Вот как вы себя ощущаете в своей 30-ти? Ну, я не знаю, я не ощущаю, что мне 30 лет. Я где-то еще остался на 26-27. А так, ну, все так же осталось. Это всего лишь цифры, как говорится. Хорошо. А физическая ваша форма, вот сейчас, в настоящее время, если не брать во внимание травму, но в целом, как игрок, как спортсмен, как вы себя ощущаете? Ну, опять же, если брать те же цифры, да, казалось бы, там 30 лет, но я же говорю, я практически не ощущаю ничего такого, что там постарел на год или что мне 30 исполнилось. Ну, все нагрузки все переношу, как 19-летний футболист, а там уже. Когда разговариваешь со специалистами футбольными, многие говорят, что игроки часто начинают себя проявлять где-то к 24-25 годам. Некоторые говорят, что пик даже может быть там и к 30. У вас, как вот, ваш игровой пик, он вот сейчас или он был уже, или вы еще вполне себе в состоянии будете играть? Ну, я так затрудняюсь, ответить не могу, оценивать. Есть, наверное, другие люди, которые должны это оценивать. Нет, я имею в виду ваши внутренние ощущения. Внутренние ощущения, я чувствую, что, ну, я могу играть еще. Не знаю, сколько получится отыграть, но силы у меня, конечно, есть. Хочется играть, забивать голы, радовать команду и, ну, решать самые большие задачи. Вы бы хотели закончить карьеру в Волгограде? Почему бы нет, конечно, да. Только хотелось бы, как минимум, в лиге повыше. Ну, а может быть, еще выше, да? Не хочется заканчивать, но я останавливаюсь на второй лиге всю карьеру. Поэтому я сюда и переходил изначально, когда обозначили задачи. Ну, конечно же, я согласился, и это был очередной шанс попробовать себя в лиге выше. Какие установки у вас на вот этот сезон? Я понимаю, что надо как можно больше играть, как можно больше выигрывать. Но, тем не менее, может быть, тренерский штаб еще давал какие-то установки в период ваших сборов зимних? Нет, никакой установки, кроме как любыми путями выиграть этот чемпионат у нас нет. Да, понятно, там сейчас отставание увеличилось, но это футбол. Я считаю, что тем более во второй лиге это отставание можно отыграть. Тем более у нас сейчас лобовая встреча с этой командой, которая идет на первом месте. Потом еще у нас минимум, ну, одна игра с ними точная, плюс они будут играть со всеми конкурентами. Для примера, в том году СКА Ростов 11 очков вел после перерыва. И в итоге Динамо Ачкала выиграла все игры и заняла первое место. Ну, элементарный пример из нашей же лиги. Поэтому я считаю, что нам просто надо выходить, выигрывать в каждом матче, а там уже, ну, в оставшихся матчах, а там уже как получится. Я вас сейчас спрашиваю, как у вчерашнего капитана. Команда к этому готова? Команда готова. Я думаю, где-то вот в психологическом плане на первую игру неправильно настроились, неправильно вышли. И отсюда такой результат. Все понимают, что играть так дома, как мы играли, без зуба, без характера, ну, нельзя так выходить. Ну, следующий матч, ну, сравнивать с первым матчем и второй матч, ну, уже видно было, что другая команда вышла играть. Больше за счет желания, за счет характера можно обыграть. То есть совсем не техника, а воля? Ну, конечно. Тут кто больше хочет, кто больше единоборств выиграет. Характер, опять же, и настрой. Так выйти на одной ноге тут никого не обыграешь. Вы уже думали о том, закончив карьеру, чем бы вы занимались? Ну, вот ваш брат, он, насколько я знаю, остался в системе футбольной, у него есть школа, да? Да. А вы чем бы хотели заниматься? Ну, я, если честно, пока так сильно не думал об этом. Наверное, я еще думаю, что побольше получится поиграть в футбол. И вот пока так вперед не заглядывал. Ну, конечно же, и образование спортивное, тренерское. Все равно это после футбола. Я думаю, это первоочередно то, что идет, надо стать тренером у каждого. А там уже дальше будем думать, как говорится. Но это же совсем другой уровень, и в том числе уровень дохода. Тренеры, тем более в начале карьеры. Да, многие говорят, что после профессионального футбола очень тяжело перестроиться на другую профессию. Да, там многое меняется. Но, как правило, все становятся тренерами. Кто-то там с детей начинает, кто-то сразу попадает в хорошие условия. В ту же вторую лигу, или первую лигу. Не знаю, посмотрим. Ближе к концу карьеры будет видно. Ну, вы не подумайте, что я вас как-то отправляю уже на банку. Нет, скорее наоборот. Мне очень любопытно, потому что вы очень яркий игрок. И более того, как мне видится, вам симпатизируют болельщики ротора. И поэтому хочется узнать, что у вас там внутри, как вы себе вот это все видите. Вы себя считаете волгоградцем? Вы уже об этом говорили, да? Ну да, я уже второй год переехал сюда, уже здесь живу. Ну, местный житель, можно сказать. И семья ваша тоже здесь? Да, мы здесь с женой остановились в Волгограде. Вы давно женаты? Ну, уже третий год. У вас есть дети? Нет, ну вот-вот должна родиться дочка. Следовательно, я так понимаю, это не последний ребенок в семье. Дай бог. А как жена относится к Волгограду? Как вы познакомились? Жена относится к Волгограду очень хорошо, потому что она здесь уже живет седьмой или восьмой год, точно не знаю. Тоже приехала учиться. Она закончила медицинский университет. И дальше в ординатуре учится сейчас. Еще два года обучения. И работает тоже в плане медицины. Поэтому она только рада была, что мы остались тут жить. Вы снимаете квартиру или у вас уже есть здесь Волгограде? Ну, вот недавно мы купили квартиру. Вы сейчас новоселы, у вас все эти хлопоты новоселы. Да, недавно закончили ремонт. Впервые ощутил на себе, что такое ремонт. Но, слава богу, мы его закончили. Ну, да, это серьезное испытание для семьи. Да, я с вами соглашусь. Некоторые даже разводятся. Скажите, когда я опять вернусь к этой, наверное, не очень приятной теме. Но, тем не менее, когда вы закончите играть, играть именно, вы бы хотели остаться здесь или, например, вернуться в Дагестан, где есть определенная база уже у брата, опять же, родственники, семья, я имею в виду родители? Ну, опять же, тяжело ответить, потому что мы не знаем, что будет завтра. Пока что в планах, я же говорю, играть как можно больше. А там уже, ну, как получится, в жизни все меняется за один миг, можно сказать. Вы, когда приехали в Волгоград и вышли первый раз на поле, вот на новом стадионе. Помните эти ощущения? Ну, да, конечно, когда первый матч был, сколько там, 20 тысяч болельщиков было, не помню точно. Конечно, когда выходил, просто невероятная атмосфера была. Мой товарищ, знакомый, играл за Форта, он и сейчас играет. Где-то во время игры была пауза, он ко мне подходит, он говорит, здесь что творится, просто показывает по трибунам. Я говорю, да, вот так вот. Я ему еще так ответил, как будто я уже здесь это все прочувствовал. Ну, это же в родной городе. Все невероятное было. Потом, когда мы забили гол, да и до гола, как болельщики нас гнали, они сейчас, в принципе, так же за нас болеют, так же собираются. На первую игру, посмотрите, пришло 10 тысяч, да, ну, если так взять, мы сейчас не тот результат показываем, который хотелось бы показывать и который они от нас ждут. Но все равно люди ходят. Я думаю, сейчас на ближайшем матче будет еще больше болельщиков. Я слышал, что трибуны, ну, я имею в виду трибуны болельщиков, они в определенной степени даже манипулируют игроками. То есть, вот когда что-то происходит не так, или результат не тот, или тренерский штаб ведет себя не так, как хотелось бы трибуном, начинаются какие-то давления какое-то и так далее. Вы это замечали? Ну, конечно, но это же болельщик, понимаете, это обычные люди. Например, он, этот болельщик работает всю неделю, там, кто-то на заводе работает, кто-то работает там, где ему эта работа не нравится. И тут в свой выходной день он приходит посмотреть футбол, поболеть за команду и получить эмоции, да, положительные. И тут, например, он видит, что кто-то где-то не добегает, или там кто-то фальшивый, да, на поле. Но это же все видно, а болельщика не обманешь, тем более Волгоградского. И отсюда у них начинаются, конечно, они эмоции уже выплескивают на нас, потому что им не нравится то, что там тот же какой-то футболист не добегает, или еще что-то. Поэтому их в каком-то плане можно понять. Но мы, конечно, стараемся, чтобы результат был положительный. Ну, да. Когда вдвойне. Да, все равно это давление ощущается от наших болельщиков. Ответственность другая. Это было видно вот в первую игру, вот весеннюю. И когда и без того матч пошел не так, как планировали. И еще и потом вот такое отторжение трибун. Ну, да, понимаете, можно проиграть игру, но сыграть ее так, чтобы потом, уходя с поля, тебе болельщики аплодировали, еще благодарили. Создать кучу моментов. Там понятно, когда мяч не летит в ворота, вратарь соперников играет лучшую игру в своей карьере, все отбивает. Но я считаю, что за такую игру болельщик еще поаплодирует и скажет спасибо. А когда видно, что команда не играет, команда не бежит или как будто бы не хочет, конечно, они будут ругаться и будут кричать и про футболистов, и про тренера. Поэтому их можно понять. Вы, когда пришли в команду, помимо того, что вы не раз надевали капитанскую повязку, вы стали чуть ли не главным специалистом в команде по пробиванию пенальти. Как так получилось? Ну, я во многих командах бил пенальти в стандартное положение. И когда проходил в команду, тоже в беседе с главным тренером, он мне тоже как бы обозначил, что смотрел все игры мои за мной. Когда брал команду, он смотрел все игры. Сказал, что видел, исполняешь стандарты и как бы предоставил такую возможность, чтобы я исполнял стандарты. Ну, так получилось, что в пятом туре или в шестом туре, не помню, с Алани и дома мы играли. Да, это тот самый. Первый пенальти не забил, пробил очень плохо, вообще мимо ворот. И следующий пенальти. До этого на выезде в Нальчике забил пенальти первый. А второй получилось, что я пробил мимо. И потом на кубок с Шинником тоже после матчевой пенальти были. И мой удар был решающий. Получилось, что совсем ужасно пробил плохо. Просто такой ужасный день был для меня. Хорошо, что я его пережил. И дальше уже потом в ближайшей игре, можно сказать, там с Машуком на выезде исправился. Мы 1-0 там выиграли. Вопрос из другой сферы. Вы долгое время не были в Волгограде, в силу того, что играли в других клубах, в других регионах. Вернувшись в Волгоград, сильно Волгоград изменился? Сам город? Да. Ну, очень много новых жилых комплексов заметил. Ну, раньше их было мало. Ну, я уехал в 2014-2015 году. Конечно, город изменился. Много нового построили. Набережная, нулевая, продольная. И тот же стадион наш. Красавец. Ну да, еще красивее стал город, чем был. Вы по-восточному так очень аккуратно все сказали. Дамы и господа, с нами в студии сегодня был футболист Резван Ахмедханов, очень внушающий спокойствие и уверенность футболист. Спасибо вам большое за это. Ну и удачи в сезоне и дальше. До встречи. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова